Приветствую вас. Давайте теперь подумаем о том, что вообще с вами происходит. Значит, вы испытываете гнев от воспоминаний. Конечно, это довольно интересная формулировка, которую вы найдете. Зная о проживом девушке в сексуальных походах, не могу начать строить с ней отношения, хоть мы любим друг друга. Так, значит, во-первых, откуда и как узнали о сексуальных походах девушки. Это первое. Второе. Понимаете ли вы, что это было, вообще-то говоря, до вас, она тогда не знала, у нее была своя жизнь, и что вы считаете, что она не должна была получать удовольствие, не должна была быть женщиной? Это второй момент. Далее. Не могу начать строить с ней отношения. Все ситуации следующие. Вы уже с ней в отношениях. Раз вы любите друг друга, и раз вы знаете о ее прошлом, и раз, значит, вы как бы испытываете гнев. Ваши люди в отношениях с ней. Это следующее. Далее. Вы говорите, я не могу начать строить с ней отношения. Отношения, конечно, не отработают двух людей, но отношения у них строят как дом. То есть к этому не нужно подходить так, что вот я начал строить с ней отношения. Это не работает так. Значит, для вас отношения очень важны. Вопрос в чем? Почему? Отсюда несложно догадаться, что дело в ваших установках. То есть, вы, вероятно, воспитаны в такой семье, либо у вас сформировались такие взгляды, что ваша девушка должна быть невинной. Почему? По какой причине вы именно так считаете? Что заставляет вас так считать? Что заставляет вас именно так думать? Почему для вас это важно? И так далее. Это вот такой момент. Момент именно такой, почему вы придаете этому вот столько значения. С чем это связано? На мой взгляд, это тоже довольно важно. Потому что установки, которые вы продвигаете в данном аспекте, на что-то откроется. И поскольку у вас есть определенные проблемы, то есть я имею в виду, что вам сложно выстраивать взаимоотношения со своей девушкой. Точнее, вы вообще не можете, вы не можете вообще выстраивать эти самые отношения с девушкой. То, соответственно, эти установки нужно убирать. Потому что они вам, они вам только вредят. Далее. Далее. Далее ваш гнев. Далее ваш гнев. Гнев или злость, это реакция на объект удовольствия. Так что вы испытываете гнев, потому что эти воспоминания лишают вас объекта удовольствия. Если говорить совсем точно, то лишают вас образа объекта удовольствия. То есть такого образа объекта удовольствия, который вы сами себе, скорее всего, придумали и к которому сами же и стремитесь. Вот, ну, по такой вот причине. По причине как раз-таки своих взглядов. Вот. Соответственно, нужно определить, что это за объект удовольствия. Такой. Что он для вас важен. Почему он должен быть именно таким, по-вашему. И что вы в него вкладываете для себя. То есть гнев, это также проявление, противоречие, это насчетная реакция на наличие когнитивного диссонанса. То есть несоответствие ваших представлений о мире с реальным миром. Вы оказываетесь перед выбором, либо вы личностно растете и, как бы, через личностный рост расширяете свое представление о том, какая она должна быть у вас девочка. То есть отходите от первоначального образа, сформированного, ну, либо, либо вашими родителями, либо вашим окружением, либо вам, либо вам же самим, вот, под давлением каких-либо факторов. Но, тем не менее, отходите, либо остаетесь при своем мнении, но при этом девочку теряете. То есть вертуте, по сути дела, любовью. То есть раду своих принципов вы принесете взятую любовь. Вот. Это не плохо и не хорошо, это просто ваш выбор. И нужно понимать, что этот выбор ваш, и, как бы, вам этот выбор, собственно, ну, именно вам этот выбор делать. Не нас. Не психологам, а именно вам. И вот, если вы хотите этот выбор сделать, вы его сделаете. Нет, ну, нет, значит, нет. Выбор сделать нужно. Это однозначно. Это больше нет. Значит, далее. Далее. Далее, что есть ревность? Что есть ревность? Ревность. Значит, ревность, а гнев – это следствие именно ревности все-таки вашей. Ревность – это такое чувство, во-первых, эгоистичное чувство, практически всегда. Во-вторых, ревность – это страх одиночества. То есть, я ревную, я боюсь потерять, я боюсь, что ты уйдешь, я боюсь остаться один. Здесь есть тоже, на мой взгляд, довольно важный момент, потому что, если вы боитесь остаться в одиночестве, то это уже ваша проблема, и страх одиночество решается, значит, через коррекционную работу с психологом. Но, в любом случае, пока вы не избавитесь от страха одиночества, вы не сможете нормально вытравить отношения с девочкой, то есть, даже если вы себя пересилите, даже если вы себя переборете, то все равно вы будете вспоминать постоянно о том, что она вам рассказала, и, как бы, ставить ей это в вину, что, безусловно, не является чем-то хорошим, чем-то правильным и так далее. Опять же, не является чем-то конструктивным, в первую очередь, именно для ваших взаимоотношений с девочкой. Поэтому, если вы понимаете в глубине души, что любовь все-таки это важно, что вы хотите сохранить свои отношения с ней, не хотите ее терять, то, в таком случае, я рекомендую вам все-таки проработать над собой, потратить какое-то, ну, какое-то время на это, потратить какие-то силы на это, вот, но, тем не менее, проработать свои проблемы, вот, стать более, более, скажем так, независимым, и, значит, строить уже в погоне отношения с девочкой. Также у вас есть определенная неуверенность в себе, того, что девушка будет вас сравнивать, что вы не будете лучше, чем другие, или еще после того, как она будет с вами, она потом уйдет от вас, потому что поймете, что вы не настолько хороши, да, и так далее. То есть вариантов здесь, конечно, может быть довольно много, в любом случае, вот, но, правда заключается в том, что если вы в себе неуверенны, то нужно, опять же, понять, в чем и почему вы в себе неуверенны. И уверенность эту в себе нужно повышать, потому что если вы не будете уверены в себе, то и, соответственно, девушка ваша, она тоже не будет в себе уверена, а если и она будет в себе неуверенна, то ничего хорошего из ваших отношений, как вы, наверное, уже догадались, не получится. Конечно, это при том условии, что вам важно выстраивать отношения с девочкой такие, чтобы она чувствовала себя защищенной с вами. Если вам это неинтересно, то тогда лучше даже и не пытаться. Но, тем не менее, тем не менее, все же, работать над уверенностью в себе, если у вас есть мне проблемы нужных, вам это не повредится, и так далее. Вот. Ну, пожалуй, пожалуй, вот так можно ответить вам на ваш вопрос. Надеюсь, что он помог вам. Значит, ситуация ваша довольно серьезная. Работать с ней, с этой ситуацией нужно последовательно, не спеша, обстоятельно анализируя ваше детство, ваши детско-радические отношения, ваши впечатления, ваши установки, страхи, восприятие себя, восприятие девушки, и так далее. То есть, если хотите проблему проработать прямо вот как следует, то нужно выбрать психолога на нашем ресурсе и консультироваться с ними. Я же желаю вам всего самого доброго. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду загадарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok